Да в моем возрасте я раз в неделю выхожу и все, вот за кого страшно. Вот за ребятишек, ну это еще потихонечку, а они выскочат, не дай бог, головой стукнутся. Дворы на Пролетарской давно превратились в каток, а на крышах можно в снежки играть. Белые шапки здесь высотой в метр. По словам местных жителей, управляющая компания, обслуживающая дом, не выполняет свои обязанности. За всю зиму дворник сюда ни разу не заглядывал. Звонил в управляющую компанию. Ответ один. Заявка принята, на счете дома денег нет. То есть почему мы, которые исправно платят люди коммунальные счета, должны из-за этого страдать? Соль покупаем, сами сыпем, сами долбим. Ну, как бы честно, вот это уже крик души. Мы тоже сделали звонок в управляющую компанию, правда поговорить с руководством не получилось. Я могу поговорить с директором? Нет, никого сейчас. А когда будут? С утра надо звонить. А где-то расписание написано, когда нужно звонить? 62. Ну, просто они планировку провели и разошлись. Сидят на месте, не работают. Качество этой работы по-прежнему контролирует городская администрация. Правда, на прошлой неделе в СМИ появилась информация, что краевая прокуратура ограничила полномочия городских властей и фактически запретила им наказывать управляющие организации за сосульки и налить на крышах. Но ведомство эту информацию нашему телеканалу не подтвердили. Администрация как делала свою работу, так и делает. Выезжает в рейд по районам и в случае несвоевременной расчистки штрафуют ответственные компании. Правда, специализированные проверки проводят нечасто. Наверное, к счастью, потому что в настоящее время управляющие организации достаточно адекватно реагируют на обращения наших. Более 50% обращений у нас выполняются добровольно, то есть без применения каких-то принудительных мер и штрафных санкций. Только за эту зиму администрация выявила почти тысячу нарушений, по которым были составлены штрафы от 10 до 50 тысяч рублей. Но, видимо, дом нашего героя так и остался без внимания. Хотя Сергей уже был и у чиновников, жаловался, обещали разобраться в течение месяца. В мэрии отмечают, на подобные заявки реагируем сразу. Кому верить, непонятно. Но совершенно точно жителям придется на время не забывать одновременно и голову поднимать вверх, и под ноги смотреть. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин, Николай Шилко. Наши новости.